Иду из магазина. Ну как не поснимать эту красоту. Снег идет. А сейчас такие крупные летели к лоб. Я не успела телефон включить. Закончился такой снег. А вот смотрите, смотрите. Еще крупнее летели. И вот такая сосна. Красавица. Всю снегу. Такие хлопья летят. Правда, ветерок поднялся. Утром не было ветра. Было вообще классно. Входила в наш спар. Купила стыки. Лосося. В общем, будем в духовке делать. На Новый год. Пришла из магазина домой. Все покупки уже разложила. Единственное, что осталось у меня здесь на виду, это вот такие рулетики со шпинатом я купила в спаре. А вот сейчас я их буду есть с молоком. И еще увидела вот такие вот безышки. Давно не покупала. Но люблю их. Не знаю, какие они. Бывают такие вот склеиваются как-то они. Мне нравится, как-то так они рассыпаются. Но попробуем. Вот такое вот печенье безе. Все. Присела наконец-то. Буду сейчас есть. Как мне нравятся вот эти вот рулетики с шпинатом. Прям такое слоеное тесто. И зашла я в магнит. Там скидки какие-то. Ну, в общем, то, что было по скидкам, мне не надо. Купила полотенчика себе. Ванная. Что-то у меня уже полотенцев не осталось. Ездим уже в Турцию. Ну, что-то из Турции я перестала полотенце возить. Тяжелые, во-первых. Да и у нас все то же самое. Купила я себе вот такую вот пилочку. Была она со скидкой 165, по-моему, рублей. Это пилочка керамическая. Я уже попробовала. Так хорошо она пилит. Мне стеклянные не нравятся пилки. У меня начинают слоиться ногти. И вообще как-то она вот раскальзывает по ногтю. А это нет. Хорошая пилка. Она вот такая заостренная. Она и для кутикулы, и для шлифовки, и как бы вот формирования ногтя там написано. Вот такие вот дела. Все уже убрала. Что-то я устала, пока ходила. Ну, хотя это сегодня суток, поэтому и устала. Попробуем рулетики. Столько там всякой выпечки. Прям такой аромат стоит. Вкусно. Решила я их подогреть. Слушайте, так вкуснее. Сначала были холодные. Я почему-то думала, что слоеное тесто будет не очень, когда подогреешь. Но ведь вот на улице продают пирожки, да, и их греют не повалят. Нет, разогретые все-таки вкуснее. Ну, вот муж позвонит, сказал, что мастер будет с 3 до 5. Говорю, может быть, на завтра его... Хотелось бы говорить, чтобы ты был дома. Ну, что он тут мне скажет? Не знаю. Я уже все почти вынула из холодильника. Весь стол у меня заставлен банками. Ну, конечно, не все, что-то потом уже примем, как говорится, вынесу, выставлю оттуда. И как это все будет происходить, наверное, его как-то выдвигать надо оттуда. Поверное полос убирать. В общем, может, что-то и поснимаю. Ну, не знаю, наверное, неудобно будет. Ну, я так вот верну немножко телефон, наверное, и поснимаю. Доброе утро, дорогие друзья, подписчики. Ой, не стала снимать вчера видео. Но не потому, что не получилось, а потому что мастер к нам не пришел. Телевизор, ой, холодильник ремонтировать. Совсем заболталась уже. Телевизор, холодильник. В общем, у меня тут на плите варятся, с утра варятся овощи для салатов. Варится холодец. В общем, работы, девочки, мы себе всегда найдем. Вот у меня уже там я и морковь, и лук положила. В общем, варится холодец. Как я холодец варю? В общем, у меня там нога свиная, моталыга говяжья и куриные лапы. Не лапы, а вот эти вот голени куриные. Для того, чтобы побольше было такого желеобразного. Ну, получше застыл холодец. Не хочу я класть желатин. Ну, думаю, что застынет. Вот, здесь у меня куриная грудка. Сейчас половинка куриной грудки буду отваривать для грибного салата. А здесь у меня наставлены банки. Вот такой бардак на кухне. Сейчас я буду снова все в холодильник ставить. И холодильник, кстати, вот когда я разгрузила, вот смотрите, сколько у нас там банок всяких стоит, склянок. Чуть на столе банки. На полу, в общем, может быть, он так перегружен. Перегружены, в морозилке там всего полно. Думаю, старые ягоды выбросить надо, которые я и компот особенно не варю. Мы не любим, мы вот это все. Слива там лежала уже столетняя. В общем, половину выбросила просто. Из смородины как-то я пирог пеку и грыжовник иногда там добавляешь, красную смородину. А вот слива как-то не пошла. Вишни еще там у меня лежат замороженные. В общем, ужас. Все забито. И в основном мы ничем этим и не пользуемся. У меня муж, как говорит, сладкий компот еще пить. Действительно, там вот эти фрукты. А сахара туда сколько кладешь? Он у меня сахарный. А я компотный очень люблю. В общем, все вот так. Вот. В результате сегодня день такой насыщенный. Сейчас я буду красить волосы. Все до последнего дня довела. Сегодня 30 число. Завтра поедем к маме. Опять у нее температура как-то поднялась. Она там все старается сделать в пельмени. Говорю, мама, бросят все. Но нет, я уже... Но она не вручную делает. А у нее есть вот такая еще в советских времен. Вот смотрю я. Иронии судьбы или с легким паром. Что-то мне захотелось просто посмотреть спокойный фильм. И включила. Думаю, пока я тут готовлю, крашу волосы. Как бы фоном пусть идет этот фильм. А когда мы, в общем-то, его смотрим? Он всегда идет под Новый год. Но когда мы смотрим, да, девочки, согласитесь со мной. Праздники у нас проходят. Готовим целыми днями. Что-то все приготовляем. Суетимся. И в результате садишься, когда вечером уже за стол. И уже не есть не хочется. И вообще ничего не хочется. И я думаю, уже с этим пора прекращать вот это все. Зачем мы это все делаем? Конечно, 1 января. Я люблю 1 января. Кстати, полюбила его с возрастом. Раньше 1 января я не любила. Уже Новый год закончился. Праздник закончился. На улице, как правило, ветреная. Какая-то погода такая серая. Ну, всегда так. И настроение как-то уже не то. А сейчас мне наоборот. 1 января. В холодильнике все есть. Ничего не надо готовить. Встал. Телевизор включил. Поел. Выпил шампанского. Поел пельмешков на обед. Ну, в общем-то, почти к обеду мы им просыпаемся в основном. Потому что же всю ночь почти смотрим телевизор или ходим к елке там на прогулку. Вот. А пельмени мы только и делаем. Что вот на Новый год, ну, заговорила я, мама не вручную делает их, а тесто, естественно, замешивает. Она там все вручную раскатывает. Но у нее вот с советских времен вот эта вот пельменница есть. Вот сейчас продаются пельменницы, но у них какие-то короткие ножки. Мы покупали пельменницу. И вот эти пельмени, они до стола достают и потом не выходят. Как-то они там сплющиваются. И потом они из этой пельменицы не выходят. А у нее пельменицы старая такая, основательная. И ножки высокие. И пельмени, они там хорошо формируются. И потом все легко это делается. В общем, она раскатывает по вот в этой пельменице. Короче говоря. Ну, конечно, она, говорит, плохо себя чувствовала. Вроде бы один день прям так хорошо было. Все нормально. Я так уже все собралась. Мясо прокрутила. Вот. Ну, вот. Сделала одну закладочку. Сегодня вот 30 число еще, говорит, сделаю. Но все равно штук 150 сделаю. А нам больше-то и куда? Нам больше и не надо. Вот и пельмени-то в основном. Вот на Новый год мне нравится именно вот на Новый год пельмени. И вот на день рождения она себе сделала. Но это потому, что у нее был юбилей. Я так в основном пельмени один раз в год, в Новый год. И все. Вот именно 1 января пельмени. Просто классно. С бульоном, с лаврушечкой, с перчиком. Там красота. Вот. Ну и что? И вот такой вот сегодня день. Ну, наверное, как и у всех. Мужу здесь снова принесли тыквенный сок. Видно у людей урожай. Вот. Ну, мы этой... Ну, женщина молодая там. У нее дети. Мы отдавали ей бассейн. Большой бассейн. И вот она теперь постоянно что-нибудь ему приносит. Вот. А бассейн остался, когда у меня дочь разводилась. В общем, там... У них частный дом был. Потом этот бассейн. А, два бассейна. Куда же это все девать? В общем, выброшенные деньги, конечно. Но мы что, не будем продавать это, естественно. Вот он отдал этот бассейн. И эта женщина благодарная. Есть благодарные люди. Ну, мы же просто от чистого сердца отдал им ее дети. Вот. И она вот постоянно что-нибудь приносит. То вот тыквенный сок уже сколько раз приносила. То, значит, яблоки. То сушеные яблоки. У нее как-то мелко-мелко. Она вот так вот тоненько-тоненько как-то сушит. Вообще яблочки хорошие. Ну, вот постоянно что-нибудь. Ягоды, малина. Ежевека. В общем, ведерками постоянно-постоянно что-нибудь вот она приносит. Яблоки. По два мешка, можно сказать. Тут, в общем, у них сад свой. И вот она все благодарит вот этим всем вот этим. Ну, видимо, вот тыквенный сок уж никто не хочет. Тыква урожай. И вот она приносит ему сок. В прошлый раз две бутылки таких приносила. И в этот раз маме мы одну бутылочку отвозили. Сами выпили. Вот сейчас тоже. Ну, вот такие вот дела, девушки. Наверное, буду заканчивать я свой этот влог, который начала еще вчера. Буду заниматься делами. Встретимся в новогоднюю ночь или в Новый год. В общем, как получится. Всех с наступающим. Всем здоровья, счастья, удачи во всех делах. Всего хорошего. С вами была Марина. До скорых встреч.